Приветствую вас и, как мне кажется, проблема ваша, она немножко в другом. Проблема ваша в том, что вы не задаёте вопрос свой. То есть вот у вас есть текст, который вы написали? Текст есть. И, в принципе, в нём, в этом тексте, ну, всё достаточно хорошо написано. В плане того, что проблема в том-то, в том-то, в том-то, да, в том-то, в том-то, в том-то. Вот. Проблема. Это понятно. Но делать-то что со всем этим, как бы, будете вы? Вы. Понимаете, какая я старалась? Вы говорите, сохранять семью. Хорошо. Хорошо. А зачем? Сохранять семью для чего? Чтобы что? Понимаете? Это важно тоже. Вы говорите. Под при рождении сына, очень долгожданного для нас двоих, муж стал совершенно другим человеком. Смотрите. Вы пишите, что сын был долгожданным для вас обоих. Что значит благостанным для вас обоих? Как конкретно проявлялось то, что муж ваш его сдал? Как проявлялось, что ждали его вы? Как это вписывается в то, что ваш муж имеет проблемы с деньгами? Вас содержат ваши родители, не помогают родителям, а деньги вы делите вот с семьей. То есть у вас, по сути, личных границ нет семьи, то есть нет разделения, да? Вот наши финансы, мы тратим их на себя, например, только вот финансы, там, грубо говоря, а вот финансы другие, мы тратим их, там, грубо говоря, да? На что-то другое, ну, например, да, бананы, просто бананы, вот. То есть границ семьи у вас нет, личных границ семьи. Так, а как же вы тогда, ну, как же вы тогда ребёнка заводили? Понимаете? Понимаете? Дальше. Как ввели себя вы, когда родился ребёнок? Сохранили ли вы себя как супругу, как женщину? В глазах мужчины. Понимаете, да. А в всё свободное время он проводит или с друзьями, или на диване в телефоне и телевизором. Потому что у него есть возможность так себя вести. Он знает, что ему за это ничего не будет. Верно? Ну ведь верно же. У него ничего не будет стоять? Нет? Вот вы и кричите, да? Но вы и покричите, вы успокоитесь и всё. Понимаете? Понимаете? Какая история? Что дальше? Почему он может позволить себе это? Потому что вы так себя поставили с ним. А почему вы так поставили себя с ним? Да? Почему? От чего? От чего? Вы себя так поставили? А поставили вы себя так? По причине, скорее всего, скорее всего, сама оценка. То есть вот такая у вас видимо шамоценка. Так, видимо, вы себя воспринимаете. Понимаете? Какой момент? То есть мужчина, по-вашему, может безнаказанно так себя вести? Так. Дальше. Вы говорите, что и раньше сталкивались с проблемой дефицита внимания. Но простите. Простите. Кто мы? Мы. Ну вот. Конкретно. Кто мы? Вы оба или он? Понимаете ли вы, что значит мы? То есть понимаете ли вы, что это означает, когда люди сталкиваются с проблемой. Когда это происходит именно вот в сфере мы. Люди. Люди. Каждый. Каждый. Из них. Вот. Чувствует, что есть сложность какая-то. Ваш муж, скорее всего, ничего такого не чувствовал. То есть ему это... Для него это не проблема. Скорее всего. Вообще. Я. Была. Правильно? Вот. Значит столкнулись с проблемой вы. Столкнулись с проблемой я. А если столкнулись с проблемой вы, то как вы ее решили? Как? Ради ребенка. Это. Решение вашей проблемы. Понимаете? Что? То есть вот здесь, мне кажется, нужно подходить к вопросу именно с такой позиции. на сколько вы. Насколько вы. А. 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 Ваш муж ведет себя так, только потому что вы позволили ему. И если вы не хотите, чтобы оно было тогда так, то угрожать не нужно. Именно угрожать, вы сделаете что-то, потому что, как правило, мужчины плохо воспринимают слова. Они не понимают язык слов, они понимают язык действий, тем более, тем более плохо они воспринимают язык слов своих женщин, тем более с ребенком. Вот. Дальше идем. Так, значит, сына берет лишь для того, чтобы позвонить по скайпу своей маме и сестрам. Ну, то есть похвалиться, то есть все это для него такой, своего рода, социальный элемент. Ага, так, тогда я могла тоже пойти к подруге или по магазинам, а теперь для меня все изменилось, для него нет. Так это же ваш выбор, Катерина. Это же вы выбрали для себя такую вот, ну, такую жизнь. Это же вы решили, что, вот, я буду действовать вот так, да? Это же вы решили, что муж изменится после того, как родится ребенок, например. Это же вы решили, что, что изменится. Вот. Аааа, когда не изменилось, да? Когда не изменилось, то вы стали реагировать так, болезненно очень. Понимаете? Какая история. И тут вопрос уместно задать вам, почему вы имея проблемы, да? С мужем, мужем, своим, с дефицитом, внимание, имея проблемы, да? И так далее. Почему вы родили ребенка? Чего хотели, чего ожидали, на что рассчитывали? Понимаете? Ааа. Так. Вот так. Не особенно наподошли к вопросу, сразу стали жертвой. Возложили ожидания, которых возлагать не нужно было. Сразу стали жертвой. Понимаете? Такое ощущение, что какие-то невидимые силы гонят его из дома. Нет. Нет, это вам так кажется. На самом деле, дома ему просто быть не нужно. Не видит он необходимости. Зачем? Вы же все делаете сами. Вы же на все готовы. Вы же на все согласны. Вот. Вы же терпите... Такое отношение. Себе. Понимаете? Вот. что-то будет. И все. Собственно говоря. Поэтому, если честно, я думаю, что... это не его гонят, гонят что-то из дома. Это ему просто нет необходимости быть дома. Это так. Да. Почему это так? Обратно за другое. Но то, что все дело в привлекательности, это очевидно. Привлекательность. Просто ему не привлекательным. Так. И самое интересное, что вы, судя по всему, особо ничего не делаете для того, чтобы ему было лучше, ну, чтобы ему было интересно находиться. Ну. Чтобы ему было интересно находиться дома. Именно. Это вопрос, кстати говоря, вопрос ваших общих целей. Вопрос ваших предпочтений. Вопрос того, что вас объединяет. Понимаете? 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 Это вот об этом, про это идет речь. Понимаете? Понимаете? Скорее. Но вам… вам. Вам выгоднее, может быть, лучше думать о том, что его кто-то гонит, потому что тогда ответственности на вас не будет. Вы как говорите, какие-то силы, то есть мистика, хотя на самом деле, на самом деле, все имеет, что я основу, все имеет свои причины. Другой вопрос, другой вопрос, насколько вас это все интересует. Вот это важно. Дальше. Так. Птичий язык, который находится дома, он ведет себя очень ужасно, шумит, смеется над щутками из телевизора, громко общается по телефону. И все это в тот момент, когда я усыпляю ребенка. не кажется ли вам, ну, немного странная позиция? Я бы сказал. То есть, когда он дома, вы усыпляете ребенка. Я, конечно, не знаю, но, а зачем его усыплять? Но он заходит, спать, сладет, спать. Если он не играет, она бегается, он сам уснёт. Его ничего не раз будет. Усыплять-то его зачем? Вот. То есть, такое впечатление, что ребенок для нас это аргумент. Спор. Вот. Ну и естественно, что у этого есть контекст. то есть, ну, то есть, мужчина, он действует специально. То есть, он явно какую-то цель преследует. Может быть, он так показывает, что он домеходенец. Кстати, у армян это, ну, у людей данной нации, да, у них это, ну, ярко выражено. Что опять же вызывает вопрос, наталкивает на вопрос. А знали ли вы об этом, когда вы ходили к нему? Что общего у вас ещё, помимо страсти, о которой вы, ну, пишите? Вот. Знаете? Страсти, страсти мало для, ну, отношений. Вот. Нужно, чтобы было что-то ещё помимо страсти. Вот. А вот этого, получается, нет. И как же вы отношения выстраивали? Так, да? На основании чего? Понимаете? Какая история. Вот. Дальше. Иногда он делает так, чтобы ребёнок раз психовался, а потом бесстременно отдаёт его мне. Ну, в общем, это его, такое, самоотвердительное поведение, так что он пытается самоотвердиться. Я русский, он армян. А то вы к чему? У меня взрывной характер. Ну, т.е. вы плохо обладаете твоими эмоциями, много управляете, потом взрываетесь. Ну, так, бляд, над этим нужно работать, чтобы не взрываться. В последнее время из моих уст часто звучат угрозы развода. Угрозы без подкрепления – это ничто. Мне кажется, без него нам будет лучше. Без вас, без него вам будет, может быть, и лучше, но то, как бы устраивать отношения с мужчиной, вы постаритесь с другим. Вот. Поэтому я бы не говорил о том, что уход от него даст вам что-то. то есть, ну да, может быть, вам будет спокойнее, конечно. Но проблема, которая есть на текущий момент, проблема взаимодействия с мужчинами, да, что как вы выстраиваете отношения с ними, вряд ли это решится. Что это не исправит ваш уход от, ну, от человека. потому-то проблема в другом, да, на более глубинную. Так что, сперва я рекомендовал бы вам посмотреть именно на то, как можно было бы выстроить отношения с, ну, гармоничные отношения с человеком. на то, как можно было бы выстроить, а уже потом, после этого, вот уже после этого, может, можно будет и думать, что делать. Разводиться ли вам там или нет, например. Вот. Я думаю так. Я думаю так. Дальше. Идём. Дальше идём. Так. Раньше я его безумно любил и гордился им, чувствовал себя защищённым. Ага, от него вы себя защищённым не чувствуете. Что значит гордилась им? Мы пытались реализовать себя через него как-то. Что значит безумно любили? Это как безумно? Знаете ли вы, что безумно любовь, это как бы, ну, не совсем зрелая любовь. Связанная больше с потребностями, да, своим, ну, вашим. А была страсть. Страсть проходит. Это нормально. А дальше что? Сейчас я снимаю чувство приучек, ну, прям, потому что мужчина не ведёт себя так, как хотите вы. А я знаю, что вы, вероятно, его никогда не принимали. Таким, как он есть. Он безразличен к моим слезам, которые я зачастую лив сарикой. Тут у вас, вот, позиция жертвы. То есть, я плачу, ты должен не быть безразличен к моим слезам. Понимаете? Тут такая, такая детская, детская жертвенная позиция у вас. Позиция ведомого. Ведомого. В этом нет ничего плохого, на самом деле. Позиция ведомого. Вот. Просто, если вы выбираете позицию ведомого, то надо понимать, что ведущий, он, как бы, полностью, значит, берёт на себя ответственность за всё. Вообще за всё. То есть, он делает всё, что хочет. А вы нет. Потому что вы ведомый. Исходя из того, что вы пишете, я предполагаю, что вам позиция ведомого не нравится. Ну, оба отношения вы устраиваете не совсем верные. Я предполагаю тебе, чтобы мужчина вас уважал. И стоит ждать от него, что он, ну, что он будет обращать внимание на ваши слезы. Не стоит. Если вы не хотите быть ведомым, нужно самой брать и делать всё, что вас не устраивает. А вы плачете и ждёте чего-то от него. А он не воспринимает вас всерьёз. Вот. Ну, тут ещё надо узнать, что это за человек. Ну, здесь более подробнее, подробнее узнать, что это за личность. Так, я не отрицаю своей вины. А в чём вы виноваты? Зачем искать виноваты? Не знаю и не знаю как мне быть. Как быть, чтобы что? Муж не выполняет твоих обязанностей. Вы поймите, что обязанностей никаких нет. Что-то нигде не написано, что мы там что-то делаем. Муж может, если хочет, но не должен. Но если он не делает, то вам уже решать, что делать, и в ответ на это вы. Так, у него проблемы с работой, деньгами, помогают мои родители. И как-то как у твоих его ребёнка заводили. Когда он хочет много зарабатывать, я вынужден делиться с его семьёй не только с родителями, но и с сёстрами. Не очень понятно. Зарабатывает он, делитесь вы. Даже не очень понятно, что значит я вынужден. Об этом я тоже говорю. Как вы поставили себя в отношениях? Как кто? Насколько вообще хорошо к себе относитесь? Считает человек себя достойный, хороший, уважаемый. Дом он разбрасывает, не убирает за собой, мне всё надоело. Но это вы играете в игру. Разве это не у частных? И всё из-за тебя? Хочешь сохранить семью? Для чего? Вдруг сохранять уже нечего? Может быть. Вам нужно разобраться со своим отношением к себе самому. Выстроить модель поведения, здоровья своими целями, желаниями, ценностями и так далее. Посмотреть готов ли мужчина принять это или нет. И тогда будет видно. Есть что-то сохранять или нет. А пока вы хотите, чтобы не меняясь, да, мужчина поменялась. Так не бывает. Поэтому подумайте об этом и начинайте защищать себя. Начните с установки личных границ, личного пространства, где всё только ваше. Нажмите заявлять о своих чувствах, о своих желаниях, спокойно, без слёз. Покажите мужчине, что вы сами можете это всё удовлетворить. Вот. Что вы будете это делать. Что вы готовы это делать. Понимаете? Ибо тогда может быть. Может быть. Тогда. всегда. Ну, мужчина вас примет 20 рев. Вот. А пока вы ничего не сделали для этого. Так. Поэтому. Вопрос. 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 В безответственности мне кажется ключевой здесь. И вопрос на деле в построении отношений. с эмммм. Ну. Мужчины. Да? Ну вот. Это важно. Потому что, ну вот. То, что вы его, по сути, узнаете венера. Сейчас. Это. Показатель. Это показатель. Это показатель. Что. Отношения вы строили несколько. По детски. Вот. На этом все. Я надеюсь, что. Помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы. Вы можете задать мне их уличку. Я буду рад. Помочь вам. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи.